В Клинских школах на этой неделе проходят эко-уроки. Вот таким образом в округе отметили Международный день переработки вторсырья. Он, кстати, по календарю сегодня. Так что правильно утилизировать отходы теперь учат, что называется, с молодых ногтей. Уроки проходили по инициативе регионального оператора. На одном из них я побывал и готов рассказать. Международный день переработки вторсырья отметили в Клинских школах экологическими уроками. Интерактивный формат предложил и разработал региональный оператор округа. В игровой и занимательной форме ребятам еще раз напомнили правила раздельного сбора мусора. Интерактивные уроки сделаны специально. И сценарий разработан специально. Змеикой подходили дети к бакам, где они выбрасывали куда-то, да, перерабатываем отходы, куда-то не перерабатываем отходы. Собственно, это направлено именно на закрепление цветов. Все правильно начинают выбрасывать мусор. И они под впечатлением, они рассказывают об этом родителям. Это важно. И родители начинают задумываться. Правила сортировки многим уже хорошо знакомы. В семье первоклассника Саши Ковалькова вот уже год отходы тщательно сортируются в раздельные пакеты. Каждый для своего мусорного бачка. Мы с папой всегда кидаем в раздельные баки. Один для смешанных, другой отсушенных. Вот уже год в Подмосковье действует новый экологический стандарт. Проблема утилизации отходов заставила обратить на себя внимание и начать жить по цивилизованным правилам. Мы тоже должны бережно относиться к своей территории и очень внимательно смотреть за культурой утилизации мусора. Прошло то время, когда можно было выбросить мусор и присыпать его землей. Это ужасно, это недопустимо. Городской округ Клин одним из первых поддержал областную программу по раздельной сортировке мусора. Сегодня по новым стандартам в округе оборудованы 80 мусорных площадок, 55 в работе. Привычка к раздельному сбору постепенно формируется, тем более, когда пример подают в семье и школе. А экологические уроки на этой неделе объединили почти полтысячи ребят. Практику продолжат и разнообразят. Уже сейчас активно обсуждаются условия для таких акций, как эко-лотерея и эко-елка. Николай Матюнин, Максим Максимов, Александр Киселев. Новости дня. Субтитры подогнал «Симон»